друзья я рад приветствовать вас на своем канале сегодня речь пойдет о налобном свете я не знаю как у вас но лично у меня очень часто возникали ситуации когда в пятницу вечером мы с друзьями договариваемся поехать с палатками с ночевкой приезжаем на место но уже темно и очень неудобно раскладывать палатку а потом еще выгребать какие-то палки и шишки из-под надувного каремата для того чтобы его не пробить естественно с налобным светом это все происходит намного быстрее и комфортнее так что сегодня я взял на обзор целых шесть различных видов фонарей под разный бюджет и под разные задачи для того чтобы мы с вами могли посмотреть их все и решить для себя какой из форматов лучше подойдет каждому из нас да и в целом велотуристу основным критерием выбора этих моделей стала зарядка от usb лично я очень не люблю обычные батарейки потому что вечно нужно где-то их искать куда-то их утилизировать в общем-то мороки целая куча как мне кажется намного проще зарядить фару от powerbank а и погнать дальше ну а дальше давайте по порядку от самого простого и до самого навороченного фонаря первым на нашем обзоре будет этот малыш это феникс hl12r название конечно не самое запоминающийся но вы только представьте что будет если китайская компания начнет называть свою продукцию в национальных традициях например золотой дракон спускающийся с небес думаю нам будет не легче данная фара имеет мощность 400 люмен и при таком режиме она сможет проработать 1 час либо если понизить мощность до 130 люмен то автономность увеличится до 8 часов тут есть целых восемь режимов использования зависимости от мощности либо цвета диода фонарь оборудован двумя диодами которые дают белый и красный свет так что она может выступать не только в роли дублирующего света на голове но и в роли заднего габарита на подседельной сумке комплектация стандартная в коробке вы найдете непосредственно сам фонарь кабель micro usb для зарядки от powerbank либо компьютера и пару инструкций сам фонарь мне понравился дизайном он напоминает какой-то миниатюрный фотоаппарат что касается функционала то перед тем как использовать фонарь можно проверить уровень заряда батареи нажав на левую клавишу загорается индикатор из четырех диодов и чем меньше диодов тем соответственно меньше уровень заряда включить красный диод можно при помощи долгого удержания левой клавиши а включить основной свет при помощи долгого удержания правой причем при включении основного света загорается индикатор батареи который вам собственно покажет сколько заряда у вас осталось. Для того, чтобы ее зарядить, нужно откинуть заднюю крышку и открыть гнездо microUSB. Крепление фары позволяет наклонять ее для того, чтобы откорректировать направление луча. Мне понравилась эта фара маленькими габаритами, малым весом, отсутствием верхней стропы, что позволяет ее сразу крепить либо на шлем, либо на переднюю на рульную сумку. В общем, вариант достаточно удобный, места занимает мало, так что можно рекомендовать брать с собой на однодневные-двухдневные выезды. Следующая фара HL18R, она предназначена для outdoor использования и имеет мощность 400 люмен при аккумуляторе 1300 мА. В максимальной мощности ее хватит на 8,5 часов, ну а в минимальной аж до 48 часов. В принципе, эту фару уже можно брать в многодневный поход, поскольку аккумулятора ее будет достаточно. Что касается удара прочности, фара защищена от падений до 1 метра, ну а по водонепроницаемости это стандарт IP66, что значит, что она защищена от брызг капель там мощных струй воды, но под воду я бы ее не опускал. Фара имеет три диода, которые отвечают за разные режимы использования. Центральный диод отвечает за режим Spotlight, имеет 4 вида мощности и боковые диоды дают более широкий луч, так называемый Floatlight, и имеет три режима мощности. Корпус фары полностью пластиковый, она имеет прорезиненные верхние кнопки и защищенный заглушкой USB-вход. Фара достаточно компактная и легкая, а ее вес составляет всего 80 грамм вместе с аккумулятором внутри. HL18R также имеет откидывающуюся голову, которая позволяет регулировать уровень наклона луча. Что мне еще тут понравилось, так это резинка. Она здесь легкая, перфорированная, лучше будет отводить влагу и лучше будет дышать. Точно так же, как и на предыдущей модели, здесь есть логотип и он светоотражающий для вашей безопасности. Дальше у нас HL26R, которая разработана специально для бега. Эта фара имеет мощность уже в 450 люмен и аккумулятор на 1650 миллиампер. В максимальной мощности она может проработать до полутора часа, ну а в минимальной до 25 часов. Что касается удара прочности, фара также защищена от падений до одного метра и по влагозащите это тот же IP66. Вес фонаря чуть больше, чем у предыдущей модели за счет более крупного аккумулятора и составляет 86 грамм. Что касается дизайна, материалов корпуса и режимов работы, данная фара аналогичная предыдущей, просто имеет большую мощность и соответственно больший аккумулятор. Точно так же, как и в предыдущих моделях, есть откидывающийся механизм, есть одна резинка без дополнительной стропы сверху, но тут она не перфорированная, зато есть специальный силиконовый слой, который не даст ей сползать. Тут также присутствует индикатор батареи, который включается при нажатии на левую кнопку, за него отвечают 4 синих диода и соответственно, чем меньше горит диодов, тем меньше заряда осталось. Что касается вариантов эксплуатации, естественно она отлично подойдет для того, чтобы вечером где-то разложить свою палатку, но так как у нее мощность уже 450 люмен, ее можно спокойно использовать и как дополнительный свет во время езды. Теперь перейдем к немного другому формату, это HM50R, многозадачный налобный фонарь. Вот так выглядит эта фарка и ее прикол в том, что она находится в резиновом хомуте, из которого ее в принципе можно очень легко достать и просто взять в руку, как обычный фонарь. Корпус алюминиевый, сделано очень добротно, мне такие фары нравятся намного больше. Здесь всего одна кнопка, которая регулирует уровень яркости и режимы и один мощный диод на 500 люмен. У фары есть индикатор заряда батареи, который находится непосредственно в кнопке включения. При однократном нажатии загорается диод, соответствующий уровню заряда. Данный фонарь имеет максимальную мощность в 500 люмен и при такой мощности он может работать до двух часов. В мощности 30 люмен этот показатель возрастает до 48 часов. Что касается удара прочности, фара защищена от падений с одного метра, ну а по влагозащите тут все намного серьезнее, так как используется стандарт IP68, что значит, что ее можно опускать в воду до двух метров. Нырять бы я, конечно, с ней не стал, но защищена она действительно хорошо. Фара имеет всего 4 режима различной интенсивности свечения, но я думаю, что этих 4 режимов более чем достаточно для того, чтобы можно было ее использовать и как дополнительный велосипедный свет, и как кемпинговый. Заявленный вес составляет всего лишь 63 грамма, и это очень мало, если бы не одно но. Это вес без учета аккумулятора. Честно говоря, для меня не совсем понятно, почему на некоторых моделях указывается вес с аккумулятором, а на других без. В любом случае нужно понимать, что аккумулятор накинет тут еще грамм 20, а то и 50, так что вес у нее в принципе такой же, как и у предыдущих моделей. Что касается емкости аккумулятора, к сожалению, информации на коробке не было, поэтому сейчас открутим крышечку и посмотрим, что внутри. Ну а внутри нас ждет вот такая маленькая бочечка на 700 миллиампер. Честно говоря, к этой фаре есть только один закономерный вопрос, почему производитель указал только маркировку аккумулятора, но не указал его емкость. Собственно, вопрос риторический. Как мне кажется, производитель просто опасался отпугнуть потенциального покупателя маленькой цифрой на аккумуляторе, поскольку покупатель вряд ли будет разбираться, насколько энергоэффективен тут диод. Такой формат фар мне действительно нравится и это то, что я бы уже мог рекомендовать для байкпакинга и как хороший дублирующий свет к основному свету на велосипеде. Ну а далее у нас на обзоре мультизадачный налобный свет HM61R. Этот фонарь мне очень понравился дизайном. У него алюминиевый фрезерованный корпус, матовая линза, бронзовая окантовка вокруг линзы, прорезиненная кнопка и зарядка USB через магнитный адаптер. Но основная фишка этой фары заключается в ее универсальности. Ее можно использовать не только как стандартный налобный свет, но и как обычный ручной фонарик. Ее можно зацепить где-то на штаны, на рюкзак, на подседельную сумку, либо на рульную сумку. Но главное, у нее есть встроенный магнит и это значит, что данную фару можно закрепить на любую металлическую поверхность и в том числе вашу хромолевую раму. Максимальная мощность фары составляет 1200 люмен и в таком режиме она может проработать до 2 часов. Ну а если уменьшить мощность до 50 люмен, то срок работы увеличивается до 38 часов. Что касается удара прочности, то фара защищена от падения с 2 метров, ну а по водозащите тут стандарт IP68, который позволяет погружать ее до 2 метров под воду. Что касается режимов работы, их тут 8, 5 на белом диоде и 3 на красном. Индикатор заряда находится в верхней кнопке и активируется кратким нажатием. В зависимости от того, какого цвета диод загорается, вы можете понять, насколько заряжен аккумулятор. Что касается крепления на голову, то резинка тут легкая перфорированная, имеет отражающие элементы и верхнюю стропу, которая нужна для удерживания фары, поскольку данная фара весит уже порядка 100 грамм без учета аккумулятора. Ну а за питание этой фары отвечает аккумулятор Fenix емкостью 3500 мА. Ну и в финале у нас вот этот монстр, Fenix HM65R мощностью целых 1400 люмен. В турборежиме эта штука может проработать до 4 часов, ну а если нужно увеличить время работы, то в режиме 50 люмен он способен проработать целых 97 часов. Эта фара имеет два диода, оба белые, один отвечает за режим Floodlight, другой за режим Spotlight. В режиме Spotlight имеется 4 режима по уровню яркости, ну а в режиме Floodlight 3. Заявленный вес фары составляет порядка 100 грамм и это без учета аккумулятора, но по моим личным ощущениям она весит даже немножко больше, чем предыдущая модель. Емкость аккумулятора составляет 3500 мА, фара имеет индикатор зарядки, который находится между кнопок и срабатывает при нажатии на одну из них, ну а порт зарядки USB Type-C находится на тыльной стороне. Дизайн этой фары мне тоже очень понравился, он такой мужской, брутальный, две мощные линзы, алюминиевый корпус, резкие линии, но самое крутое, когда надеваешь ее на голову. Сразу себя чувствуешь каким-то прям спецназовцем. По ударопрочности тут все та же защита от падения с высоты двух метров, ну а по влагозащите стандарт IP68. Так как тут два диода, каждый из них имеет свою мощность, слабый на 400 люмен и мощный на 1000 люмен, но их можно врубать одновременно, таким образом получать все 1400 за раз. Лично я не до конца понимаю, в каком сценарии можно использовать полную мощность в 1400 люмен, так что напишите в комментах, если вы знаете, где это может пригодиться. Как мне кажется, самым универсальным вариантом является все-таки HM61R. Так что для себя я выбрал именно эту фару. Ну а вы обязательно напишите в комментариях, какой из фонарей понравился вам. Друзья, я надеюсь это видео было вам полезным, поэтому обязательно поддержите его лайком, не забудьте подписаться на канал и дернуть за свой колокольчик под этим видосом, для того чтобы не пропускать свежие выпуски. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok